27 сентября отмечается праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Это знаменательное событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан. Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Желая отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену. Один старый еврей по имени Иуда сообщил, что крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Его разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский», сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят спаситель, патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к тяжелобольной женщине, а двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то она тот час исцелилась. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть животворящего древа и гвозди, равнопостный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь воскресения Христова, включавший в себя и гроб Господень и Голгофу. Храм строился около десяти лет. Он был освящен 26 сентября 335 года. На следующий день, 27 сентября, установлено было праздновать воздвижение честного и животворящего креста. Меня зовут Ирина, я из Бреста приехала с мужем. Что провело вас, скажите, в храм? Ну, здесь я не первый раз. Первый раз я приехала со студентами. У меня было так... Я работала преподавателем, сейчас я уже три года на пенсии, а раньше я знакомила своих студентов во время поездки. Чем куда-то идти в поход, мы ездили вот сюда, в этот храм. И первый раз я тут решилась... Ну, это было очень давно, правда, аж неудобно даже говорить. Где-то лет 25 назад первый раз я здесь была. И первый раз пошла на исповедь. У меня даже не было юбки. Кстати, джинсовый костюм и носовой платочек на голове. Единственное, в чем я тогда могла раскаиваться, что я не взяла с собой детей. Я говорила, они мне мешают в храме, в работе со студентами. Но с тех пор вот я стала ездить детьми со своими. Они уже большие, я уже сюда приезжала с внучкой. Младшая дочь моя жила в Стамбуле 7 лет, сейчас живет в Лондоне, и тоже прилетает в Белоруссию, если приезжать сюда. А что заставило? Это, конечно, неправильно, наверное, вопрос. Не заставило, а потянуло, да? Но сюда влечет, наверное, особенность этих служб и особенность исповеди. Это не просто исповеди, а также беседы и помощь. Здесь удивительные батюшки, которые вот своими советами, они помогают преобразовывать свои души. Вы это чувствуете? Я это чувствую очень, невероятно просто. Это чувствуют и мои дети, я это чувствую по мужу моему, который был. Не каждый раз он тут исповедуется. Да, мужчины, они как-то немножко более серьезны, чем женщины. Вот он считает, что он не готов. Вот. Но когда это таинство происходит, это преображение, вот оно очень заметно. И здесь удивительные люди служат. Это вообще, конечно, великий подвиг выслушивать грехи людей. Я всегда этому поражаюсь. Когда-то у меня студенты спросили, почему такое неравноправие, почему женщины не служат, да? Я говорю, женщины не выдержат столько слушать вот этих реформных рассказов. А отсюда уезжаешь. Когда-то моя дочь младшая, она сказала, когда возвращаешься с храма в школу, как будто с высокой Белой горы и прямо в низину.